Несмотря на обширность нашей корреспонденции, нам все еще не хватает лайков. Нам их всегда будет не хватать, если честно. Призываю вас, ставьте лайки, комментируйте. Отдельная просьба перепостить наши ролики в разных соцсетях и в разных пабликах. Это тоже очень помогает продлевать и продвигать наши продукты. Мы очень благодарны тем, кто помогает каналу и перечисляет деньги. В каждом нашем выпуске мы указываем наш расчетный счет. К сожалению, это единственный способ нам помогать сейчас. Ни реклама YouTube, ничего другое сейчас не работает. Вчера мы выпустили ролик, некую попытку обозреть результаты ямочного ремонта в городе Уфе. И мы заранее извиняемся перед теми, кто прислал нам адреса тех участков дорог, где дорога находится в совершенно безобразном состоянии. Дело в том, что мы физически не смогли объехать все адреса. Их оказалось так много, что нам не то, что одного дня, нам, наверное, месяца бы не хватило, чтобы объехать все заявленные адреса. В любом случае, огромное спасибо всем тем, кто не поленился и написал нам об этом. В моем представлении примерно 50% дорог в городе Уфе и окрестностях нуждаются или в ямочном, или в капитальном ремонте. Потому, наверное, никакого сомнения нет ни у нас, ни у наших зрителей, что власти Башкортостана бесстыдным образом врут о стопроцентной готовности дорог. Это, конечно, огромная афера. Я думаю, что необходимо следственным органам начинать разбираться в результатах этого ямочного ремонта, дать оценку вот этим заявлениям властей и в конечном итоге выйти на тех, кто реально похищает деньги из Дорожного фонда. Я продолжаю настаивать на том, что необходима экспертиза проведения работ на улице Комсомольской, потому что что-то там реально не так. Мы так и не услышали внятно о приемке работ на этой улице. Мы видим провалившийся под асфальт КАМАЗ, соответственно, ну что тут делать? Надо проводить следственные действия. Я абсолютно в этом уверен. И проблема в том, что, например, этому же подрядчику доверено еще несколько объектов, потому что мы можем в итоге получить примерно то же самое, что получили по улице Комсомольской. И еще про письма и обращения. Вот мадам Прочаковская жалуется и сетует, что количество обращений в адрес дорогого Радио Фаритовича неуклонно снижается в последнее время. А вот в наш адрес количество обращений неуклонно растет. Только во Вконтакте, только за прошлую неделю мы получили 458 обращений, писем, ссылок и прочих корреспонденций. А еще у нас есть телеграм-канал, а еще у меня есть свой телеграм, а еще у нас есть почта, ватсап и прочие каналы связи. Вы представляете, какое количество обращений мы получаем за неделю? О чем нам пишут? Ну, о том же, собственно, наверное, о чем раньше писали Радио Фаритовичу, о чем ему уже перестали писать. Дороги, медицина, детские сады, хамство чиновников, мусор, черкасы, бедность, снова дороги. Вот примерно об этом. Обращений и писем так много, что мы вот реально в них захлебываемся и не успеваем их прочитывать. Безусловно, что-то пропускаем, заранее извиняемся. То есть иногда что-то очень важное до нас не доходит, но я благодарен всем нашим корреспондентам в том смысле, что мы почерпнули уже неоднократно очень ценную, очень интересную информацию с фактами, документами и прочее. Единственная просьба, если вам что-то понравилось или просто вас что-то рассмешило, пожалуйста, не присылайте мне смешные картинки. На них тоже уходит время. Оно, конечно, мило, но, сами понимаете, времени на всех не хватает. Ну, и такая мысль меня постигла. Может быть, Елене Анатольевне Прочаковской, так как ей уже становится совершенно нечего делать там на работе. Может, ей стоит нам парочку сотрудников ЦУРа, таких хорошо откормленных, выделить для того, чтобы они разбирали нашу корреспонденцию, а заодно и ознакомились с тем, что на самом деле думает народ Башкортостана о дорогом радио Фаритовича, да и, в общем, о власти в республике. Традиционно закрытые новости. То, о чем нам не расскажет БСТ. На этой неделе БСТ нам ни словом не обмолвится о том, что Минэкономразвитие Российской Федерации опубликовал рейтинг особых экономических зон. В этом рейтинге на первом месте оказалась особая экономическая зона Алабуга из Татарстана, а вот хваленая Алга, которую мы пестуем и лелеем, которой мы гордимся и которую мы упоминаем через слово, так вот эта Алга заняла всего лишь 15 место. Хотя, возможно, все дело в сроках, возможно, нам еще нужно дать сколько-то времени, нужно потерпеть, может быть, еще что-то нужно, может быть, нужно не ворчать, но нулевая прибыль за 2021 год в особой экономической зоне Алга не может не тревожить. БСТ будет молчать о том, что Республика Башкортостан не вошла в число четырех субъектов Российской Федерации, получивших федеральное финансирование на строительство дорог и инфраструктуры ЖКХ от Президиума Правительственной Комиссии Российской Федерации по развитию. На минувшей неделе были рассмотрены заявки и деньги были выделены Самаре, Перми, Нижнему Новгороду и Татарстану. Нам денег опять не досталось. Ну и уж совсем как пленный партизан БСТ будет молчать о том, что правительство Российской Федерации оплюковало список городов, попавших в госпрограмму «Чистый город». В этом списке нет ни одного города из Республики Башкортостан. Ни Салавата, ни Стерель-Тамака. Более того, список этот был расширен с 29 позиций до 41 позиции. И все равно чиновники Республики Башкортостан не потрудились подать заявку, чтобы задыхающийся от смога, например, Салават, вошел в эту государственную программу. По этой государственной программе выделяются деньги на модернизацию и улучшение очистных сооружений и прочие мероприятия для того, чтобы сделать воздух городов чище. Чиновники Башкирии, Хабиров и его команда, не считают, что жителям Салавата, Стерель-Тамака и прочих промышленных центров пора бы перестать умирать от онкологии и респираторных заболеваний с той скоростью, с которой они это сейчас делают. Чиновникам Башкирии это абсолютно безразлично. Жители Уфы продолжают недоумевать, где же в парке Кашкадан зарыт бюджетный миллиард. Ну, в общем-то, по ходу дела отсмеявшись по поводу заявлений Хабирова о вывозе 40 тысяч камазов ила со дна озера Кашкадан, жители Уфы стали присматриваться к тем материалам, из которых сделали вот этот вот Кашкадан наши братские бригады из предгория Арарата. И тут, как всегда, на помощь пришло башкирское телевидение. Покопавшись в архивах, мы обнаруживаем сюжет, где Фаридович Хабиров разгуливает по строящемуся объекту и обсуждает с Арманом Абавяном, это предводитель армянских строителей на этой стройке. Так вот, с этим Арманом Хабиров обсуждает материалы, из которых будет построено это замечательное произведение паркового искусства. И тут как раз звучит та самая знаменитая, волнующая сибирская лиственница. Есть лиственницы на сваях, тут 2200 квадратов. Это лиственница, да? Да, все дорогое, лиственница, все качественное, самое-самое. По замыслу Армана Абавяна, 2200 квадратных метров отборной сибирской лиственницы должны сформировать вот этот вот знаменитый настил вдоль набережной озера Кашкадан. Вы скажете, боже мой, сколько же это стоит? И зачем? Согласен, совершенно незачем. Но присмотритесь к этим утлым досточкам, которые в лоб прикручены шурупами, из которых построен вот этот вот трап. Ну, лично мне, я, конечно, не ботаник, и не лесовод, и не лесник, но лично мне видится в этих досточках обыкновенно липа, а вовсе не благородная сибирская лиственница. Та самая лиственница, на которой по преданию уже 700 лет стоит Венеция и прочее-прочее. Ну, сами понимаете, пройдет год-полтора, а возможно и просто вот эта зима, и мы увидим вот эти вспученные, винтом перевернутые, почерневшие доски, которые ничего общего не имеют с благородной, вечной, негниющей сибирской лиственницей. Повторюсь, это пока мое предположение, но больно уж похоже. Необходима срочная экспертиза, на мой взгляд, материалов, из которых соорудили вот это вот за миллиард рублей наши братья из предгорьев Арарата. Причем срочная экспертиза необходима, потому что эта публика вполне себе может раствориться в тех самых предгорьях, и мы больше никогда не увидим ни Армана, ни его товарищей, потому что вот уже третий объект Ради Фаридович поручает одной и той же компании, согласитесь, странное совпадение, с одним и тем же, в общем-то, составом, и вот эта компания, третий объект уже возводит именно из числа, как говорит Ради Фаридович, паркового искусства. Я считаю, что нужна очень серьезная экспертиза правоохранительных органов вот этого вот паркового искусства, который нам явил Ради Фаридович. Увы, с приходом в мэрию господин Мавлиева мы слышим про город Уфу только тревожные или смешные новости. Иные новости, пожалуй, что и не может генерировать вот эта новая мэрия, состоящая в основном из КВНщиков, спортсменов, торговцев автомобилями или торговцами пирожками. Вот, к сожалению, другого у них и в принципе быть не может. В ответ на грядущее закрытие мусорного полигона в Черкасах, мэрия Уфы заявила, что, цитирую, существует возможность временного складирования твердобытовых отходов в Черкасах. Простите, это как? Временно сложим несколько миллионов тонн твердобытовых отходов. А потом? Что будет потом? За четыре года так называемой мусорной реформы в Республике Башкортостан не сделано почти ничего. Единственное, что сделано, это налажена очень эффективная система сбора денег за вывоз твердобытовых отходов. Вот это у них получилось на ура. Собирать деньги и регулярно повышать стоимость. Не построен ни один мусорозжигательный завод. Не построен ни один новый полигон. Черкасы должны были закрыться уже несколько лет назад. Оттягивали, как-то уговаривали, уламывали и так далее. Сейчас там уже образуются полости, которые выходят за границы самого полигона. То есть под землей начинают вырывать и зарывать вот туда вот это вот все. То есть Черкасы постепенно превращаются в некую бомбу замедленного действия. И эту свалку рекультивировать. Ну, я не знаю, что для того нужно, чтобы ее рекультивировать. То есть это одна из самых больших свалок в Российской Федерации. Причем ее размеры пока даже неизвестны до конца. Потому что там столько нахитрили, намудрили в последние годы, что ой-ой-ой. И вот теперь мы нам заявили о временном складировании. Ну, это, конечно, очевидно. Заявление о временном складировании мусора – это заявление временной мэрии. Это заявление в стиле «после нас хоть потоп». Вот когда мы сбежим, вы потом будете это все решать. Пожалуй, что нам следует сейчас самым решительным образом требовать от властей УФИ объяснение, каким образом они будут решать мусорную проблему. Властям УФИ удалось избавиться от скандального арбитражного управляющего МУЭТом Данила Рыбалка. Его отстранили решением арбитражного суда. И непонятно теперь, кого назначат на его место. Собственно, отстранили его по жалобе Олега Хмарина, заместителя мэра УФИ по транспорту. Любопытно отметить, что сам Олег Хмарин уже тоже уволен и замещен на своем посту очередным КВНщиком из Нефтекамска. Ну, во-первых, непонятно. Полный ли это разгром группировки Рената Баширова, а именно Ренат Баширов стоял за Данилом Рыбалка. Сможет ли Ренат Баширов поставить повторно своего человека на место арбитражного управляющего МУЭТом? Это вопрос. И вообще вопросов больше, чем ответов. Например, будут ли пущены на металлолом уникальные станки ремонтной базы МУЭТа? Будет ли вообще в УФИ электротранспорт? Вот совершенно непонятно. И не заместят ли его пахтящими и чадящими лошадиными силами китайских автобусов? В общем, вопросов слишком много. На все на них у нас, конечно, нет ответа. Но примечательно то, что Данил Рыбалка так или иначе все-таки предлагал достаточно правильное решение городу. Но, как положено, город на правильное решение не согласен. Потому что, ну, хотя бы потому, что они не несут никакой выгоды лично чиновникам мэрии УФИ. Посмотрим. Это странное, необычайное перетягивание каната, которое в конечном итоге оставляет нас без электротранспорта. Оно, конечно, уникально для миллионного города. И мы, как сказать, свидетели того, как в миллионной УФИ уничтожается муниципальный электротранспорт. У веселой, беззаботной мэрии УФИ есть не только провалы и какие-то черные пятна, но есть и успехи. Вот правда, да? Наконец-то они придумали, чем оживить унылую бетонную набережную, способную выдержать не только океанские штормы, но и прямой ракетно-ядерный удар воображаемого противника. Но при этом наша набережная не способна каким-то образом развлекать жителей УФИ. Это совершенно унылое, жаркое место, где совершенно нечего делать. Так вот, мэрия придумала. На набережную перекатят колесо обозрения, которое стоит около торгового центра Ремерь. По замыслу квенщиков из мэрии это будет очень весело и креативно. Теперь народ сможет с высоты птичьего полета обозреть лачуги-архиерейки и замечательные крыши цыганской поляны. Вот правда, убейте меня, не понимаю, в чем суть вот этой креативной идеи. Поставить в низине на набережные УФИ колесо обозрения. Вообще-то колесо обозрения положено ставить где-то там на возвышенности, чтобы еще лучше было видно. Но, видимо, в Нефтекамске все не так. Вообще народ, конечно, у нас неблагодарный. Нет, чтобы сидеть тихо помалкивать и радоваться, ну, хоть чему-нибудь. Народ бесконечно жалуется. Вот нам, например, они, этот народ, пожаловались на то, что невозможно стало доехать до Южного кладбища на общественном транспорте. Раньше можно было доехать на 261Б автобусе, а теперь его практически невозможно застать на рейсе. Ну, блин, что им сказать? Будь я на месте мэра УФИ, я бы сказал, ну, на самокатах езжайте, чего вы как дети. В УФИ суд приступил к рассмотрению по существу дела господина Беляева и господина Кучербаева. Напомню, Беляев это вице-премьер правительства республики Башкортостан, кстати говоря, действующий вице-премьер, и параллельно министр ЖКХ. А господин Кучербаев это министр строительства. Значит, ну, помните, да, обвиняют их в том, что они там попятили денежки при строительстве очистных сооружений в Кумертау, а вернее в поселке Маячном, но, как выяснилось, у господина Кучербаева, да, собственно, и у господина Беляева, еще есть несколько эпизодов, по которым их вполне себе можно судить. Защита этих двух героев сначала попыталась перенести рассмотрение дела куда-нибудь подальше, в глубинку, а именно в родной Беляеву Кумертау, но прокуратура воспротивилась подобному действию, и суд остался в Уфе. Затем защита стала настаивать на том, что отсутствует фактический ущерб, что, дескать, вот, смотрите, вот же куча ржавого железа и ангара, вот это и есть очистные сооружения. Но не прокатило. И тут случилось страшное. Фонд развития моногородов Российской Федерации выкатил правительству Республики Башкортостан иск на 250 миллионов рублей по факту неисполнения обязательств по строительству как раз вот этих вот самых очистных сооружений в поселке Маячный около Кумертау. Собственно, сначала речь шла о 90 миллионах. Оказывается, было выделено 250 миллионов, и Фонд развития моногородов намерен в суде вернуть эти деньги четверть миллиарда рублей на минуточку, забрать их у правительства Республики Башкортостан, потому что Беляев-Кучербаев не выполнили вот эти вот задачи. Если суд по вот этому иску закончится раньше, чем закончится разбирательство по делу Беляева-Кучербаева, а там как минимум на год, то тогда у следствия и у обвинения по делу Беляева-Кучербаева будут железные доказательства нанесения крупного материального ущерба. Собственно, Беляеву и Кучербаеву как минимум грозит тюремное заключение от трех до десяти лет по тем статьям, которые им вменяют, а у Кучербаева еще висит над ним дело ВСИН, вот эти строительства через структуру ВСИН. Хабиров, конечно, отчаянно борется, пытается вернуть на свободу своих дружков, а оба они, безусловно, члены команды Хабирова, и Хабиров сам это подтверждает, чего стоит тот факт, что до сих пор они не уволены ни по поводу недоверия, ни по поводу возбуждения в отношении них уголовного дела. Хабиров стоит на своем. Нет, они будут считаться у меня министрами и вице-премьером до тех пор, пока им не будет вынесен приговор. Но чем дольше Хабиров на этом настаивает, тем больше будет позор, когда его вице-премьер действующий и действующий министр, ну формально это так, окажутся уже осужденными преступниками. Ну, в общем, подождем, посмотрим. На минувшей неделе компания Soda наконец-то разродилась решением о распределении прибыли за 2021 год. Я неоднократно напоминал о том, что предположительно эта сумма составляет 44 миллиарда рублей, и недоумевал, почему они до сих пор не распределены, 2021 год давно закончился. Так вот, было принято решение о распределении прибыли, и на удивление сумма распределенной прибыли втрое меньше, чем предполагалось ранее. Ну, вот такая вот история. Ну, возможно, что Soda, конечно, крупно потратилась. По настоятельным просьбам из Белого дома Уфы пришлось профинансировать стенд на Петербургском экономическом форуме. Это, простите, все вместе с перелетами, банкетами, девочками икрой, это все обошлось миллиард рублей. Пришлось финансировать стенд на выставке Иннополис в Екатеринбурге. Катать в Казахстан, кормить в Казахстане, оплачивать джеты. Все это почему-то легло на соду. Очень странным образом сода прогнулась и согласилась это все финансировать. Интересно, когда будут проверять финансы Соды, а Соды это 100% государственные предприятия теперь, насколько будут законны вот эти траты на перелеты, выставки и прочие вещи. Все-таки госпредприятие должно отчитываться перед государством в разумности своих трат. Да и, собственно, каждая копейка, заработанная Содой, это должна быть добыча бюджета, а не лично дорогого Радио Фаритовича. Новая метла в руководстве акционерного общества «Башпирт», похоже, размахалась не на шутку. Предварительно раскидав по помойкам истории предыдущие руководства их всяких помощников и всяких стрижневых, ставленник Хабирова «Урал Фарвазов» занялся уже структурой предприятия. На минувшей неделе стало известно о закрытии примерно 30% розничных магазинов «Тантана» и торговый дом «Башпирт». Закрытие 30% магазинов «Башпирта» повлечет за собой сокращение не менее чем 300 сотрудников. Это немало. Совершенно непонятно, куда ведет господин Фарвазов «Башпирт», но уже стало понятно, что никакого расследования деяний группировки Нагуманова, Стрижнева, Сидякина во главе этого крупнейшего государственного предприятия не будет. Жаль, жаль, потому что совершенно непонятно, зачем было строительство особняка на Пушкина, аренда особняка на Ленина. Кстати говоря, вот в этом особнячке «Тантана» на Ленина на втором этаже была такая тайная роскошная едальня для господина Сидякина с собственным поваром, отборными продуктами и отличным алкоголем. Остается надеяться, что господин Фарвазов сохранит уровень налоговых поступлений и акцизных поступлений в бюджет Республики Башпиртастан от «Башпирта» и надеяться на то, что он не готовит крупнейшее государственное предприятие к разгрому и какому-нибудь лукавой приватизации, как уже начинают кликушествовать и предвещать некоторые злые языки.